На этом заводе по производству сафлорового масла временное затишье. Предприниматель Айтмахамбет Рысакбаев остановить технику решил из-за цены. Говорит, она стала ниже, чем себестоимость продукта, и теперь не позволяет ему поддерживать нужный уровень рентабельности. На массу цену упал. Сейчас не выгодно уже, не стали выжимать уже. Стоит завод уже. Нам сейчас 100% не выгодно работать. Масло никто не берет. А ведь раньше, вспоминает предприниматель, продукцию отсюда успешно экспортировали в Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай. А потом спрос на отечественное масло рухнул. На рынке появилась масложировая продукция российских производителей по низким отпускным ценам. Люди будут сеять сафлор, не будут сеять – это тоже вопрос сейчас. Потому что невыгодно, да, там себестоимость не оправдывается сейчас. Пашешь, обрабатываешь, сеешь, косишь все это. Цена, например, 70 деньги будет сафлора, как в прошлом году. Люди в этом году, наверное, не станут даже сажать, по-моему, я как-то думаю сейчас. Невыгодно, потому что. В Толибийском районе, где давно выращивают эту цветную культуру, аграрии действительно в раздумьях. У Абдукарима Абдрахманова 230 гектаров. Сафлор он высаживал не ради большой прибыли, а для сего оборота. Семена давал в местные цеха, остальное шло на корм животным. В этом году сеять сафлор еще не начинал. И дело не только в спросе на урожай. В районе Макимати уверены, площади с сафлором не уменьшатся, а по их предварительному прогнозу даже наоборот. По производству сафлору наш район ежегодно занимает первое место. В этом году планируем посадить данную культуру более чем на 10 тысячах гектарах. В 2020 году мы экспортировали в Китай и Узбекистан. Потом из-за карантина и финансовых обстоятельств приостановили. Я думаю, что здесь мы должны просто поступать очень разумно. Понятно, что существуют у нас и международные наши обязательства по открытому рынку на территории российского пространства. Но при этом ничто не мешает нам работать близко с нашими предприятиями и создавать для них возможности. В данном случае первая поддержка это, конечно же, более долгосрочные договора, которые позволят им планировать углублять производство. И второе это предоставление государственной поддержки для проектов роста производства. И то и другое мы, конечно же, стараемся оказывать. Поскольку ситуация даёт вызов, надо дать на неё ответ, читает Эйтмахамбет Рысакбаев. Он закупил хлопковые семена. Попробует из них выжимать масло. Правда, пока не уверен, получится ли выгодно продать. Но считает, кто не рискует, тот не выигрывает.